Давайте нормально встретим праздник, а не будем копаться в телефонах. Логотип. Давайте нормально встретим праздник, а не будем копаться в телефонах. Газета Хуань Цушибао, Китай, Ли Чжа Цин. Ли Зо Кинг. Апфото Энди Уол. В преддверии китайского Нового года многие возвращаются домой, чтобы встретить праздник в кругу семьи. Дети давно не виделись с родителями. Когда дети вдалеке от дома, их матери переживают. Пока они учатся за границей, работают, родители тоскуют. Но вот наступает время китайского Нового года, и вся семья должна вновь собраться вместе, пообщаться вдоволь, избавиться от той отчужденности, которая могла возникнуть из-за разлуки. Однако хоть молодежь возвращается домой, мысли их все равно где-то далеко. Проходит один-два дня, и первоначальные запалы радость куда-то улетучиваются, и молодые люди начинают жить собственной жизнью. Постоянно сидеть в телефоне, за компьютером и так далее. В наше время мобильные телефоны многофункциональны. QQ. Наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями. Примечания PUR. WaiBo. Китайский аналог. Twitter. Примечания PUR. Блоги. Сеть Женжень. Китайская социальная сеть. Примечания PUR. Интернет предоставляет массу возможностей для общения. Родители уже в возрасте, не всегда могут освоить все эти вещи. Однако когда дети сидят, уткнувшись в свои телефоны, родители оказываются в затруднительном положении, так как им трудно общаться с ними. Такое поведение, когда дети пренебрегают общением с родителями и предпочитают телефон, складывается из-за недостатка уважения к родным. Родные, друзья, приятели по QQ, коллеги, все они составляют нашу сеть отношений. Родственники, конечно же, должны стоять на первом месте. Они приложили много сил для того, чтобы воспитать нас, дождаться того момента, когда мы вырастем, обзаведемся собственными семьями, поднимемся в обществе. Вы когда-нибудь замечали, как ваши родители посидели, а на лице у них появились морщины? Все это – результат их стараний для вашего блага. В традиционной структуре семьи отец – это опора, а мать ведет домашнее хозяйство. Они надеются, что их дети вырастут и добьются успеха. Если дело – дети идут в гору, они ни в коем случае не должны забывать благодарить своих родителей, ведь их успех неотделим от тех сил, которые вложили в них родные. Такое пренебрежительное поведение также может быть связано с пренебрежительным отношением детей. Интернет – это виртуальное пространство. Некоторые молодые люди беспокоятся о друзьях, однокурсниках, коллегах, которые сейчас далеко. А на родителей не обращают внимания. Не хватает им воспитания и доброжелательности к родным. Раз уж ты вернулся домой, почему бы не пообщаться с родителями? О самых близких людях легче всего забыть. И очень часто именно близкие ранят нас больнее всего. Но разве не стоит подумать хорошенько над своим поведением? Ведь где бы ты ни был, свой уголок хоть боком пролезть, все лучше. Нигде не будет так хорошо, как дома. Многие люди, которые проводят слишком много времени вдалеке от дома, начинают тосковать по нему и по родным. Но почему же нельзя нормально пообщаться с родителями, когда ты приезжаешь домой? Многие хватают телефоны при первой же возможности, а некоторые проводят в них больше времени, чем с родными. Доходит даже до того, что во время праздничного ужина они не выпускают телефоны из рук, проверяют, не написал ли им кто, игнорируя чувства близких. Такое поведение также зависит от недостатка в образованности и культурности. Некоторые сидят в телефонах во время разговора с другими людьми, а ведь это – признак неуважения. Нужно запомнить, интернет – это всего-навсего виртуальное пространство, а мы живем в реальности. Вместо того, чтобы тратить время на виртуальный мир, пообщались бы лучше с родителями. У старшего поколения богатый жизненный опыт, есть чему поучиться. Можно было бы спросить у них совета, чтобы не попасть в досадные ситуации. Пусть у молодежи хорошее образование, но, как говорится, силен в одном, да слаб в другом. Молодым не хватает социального опыта, и взрослые могли бы стать хорошими наставниками в этом деле. Конечно, важно, чтобы вы уважали старших, соблюдали нормы вежливости при разговоре с ними. Ведь им не захочется помогать тому, кто постоянно сидит в телефоне. Во время Китайского Нового Года дети, вернувшиеся домой издалека, не должны быть одержимы своими телефонами. Они должны больше общаться с близкими, разделить с ними всю любовь и тепло. Оригинал публикации. Опубликовано 26 февраля 2015 года.